Мы сегодня снимем форму молодежки Общероссийского народного фронта, чтобы мы выглядели как пассажиры, чтобы было все чисто и естественно. Вот сейчас подъезжает 054 автобус, мы все с командой пойдем и посмотрим. Первый же автобус и сразу грубое нарушение. У псевдопассажирки не оказалось наличных, оплатить банковской картой тоже нельзя. Но общий язык с кондуктором удается найти быстро. Интересно, сколько таких переводов за весь день получает кондуктор и делится ли нелегальным заработком с работодателем. А ведь такой способ оплаты проезда путем перевода 28 рублей в мобильном банке набирает все большую популярность, ведь в большинстве коммерческих автобусов карты не принимают. Но при виде нашей съемочной группы кондуктор вмиг становится добропорядочный. Карточкой нельзя, а онлайн перевод через Сбербанк Онлайн можно? Нет. А вы только что говорили, что можно? Нет, не говорю. Уже нельзя, да? Нет. Куда более сговорчивым оказался водитель 030 автобуса. Мало того, что мужчина выполняет роль еще и кондуктора, так и камер не боится и открыто заявляет, он всегда готов к нелегальным транзакциям. На телефон скинуть? Скажите нам, пожалуйста. И где его брать? Мост. А отсутствие кондуктора в салоне многорукий водитель «Универсал» объясняет просто. Вам нужно за дорогой следить, а вы вынуждены роль кондуктора выполнять. То есть вам не дали ничего денег. Но, как показывает сегодняшний опыт, пострадать люди могут и от кондуктора. Поездка журналистов в одном из коммерческих автобусов чуть не закончилась дракой и поломкой оборудования. Кондуктор начала защищать свою территорию. Людей нельзя снимать. И таких ситуаций по всему Екатеринбургу уйма каждый день. Чего только стоит драка пассажирки с кондуктором, после которой даму картинно вышвырнули из салона и даже не вернули деньги за проезд. Или, например, еще одна история. Кондуктор высадила слепого мужчину из автобуса, потому что он отказался платить за собаку-поводыря. Поэтому и о сегодняшних нарушениях активисты ОНФ намерены доложить в Комитет по транспорту городадминистрации и в Минтранс Свердловской области. У нас очень много частных перевозчиков, которые за выгодой гонятся и не считаются ни с правилами, ни с манерой вождения. Правозащитники надеются, после пары-тройки таких рейдов чиновники станут строже к частным перевозчикам, а те, в свою очередь, научатся исправлять ошибки. Диана Ковандо, Сергей Шестовских, главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова